Вы бывали на канале ПОТИТОВА-2 и это я, Моская Свинка Арнольд, как всегда с вами. Сегодня будет 5 полезных лайфхаков для ребенок. Ну что ж, давайте начнем. Лайфхак номер 1. Образовался налет недоступных для вас в местах, например, поилки? Не беда, нам поможет зубная щетка и сода. За секунду ваша поилочка блестит, как алмаз. А если надо помыть вот такой вот части поилки, нам тоже поможет, но уже не зубная щетка, а, как вы догадались, варная палочка. Потому что гигиена прежде всего. И не забывайте поить ваших комичков хотя бы раз в день. Лайфхак номер 2. Если вашим питомцам надо утеплить дом, а стружка подорожала, вам помогут салфетки. Просто порвите их на кусочки и готово. Только не пробуйте делать данноморской свинке, она просто напишет на бумажку. И не будет складывать, как это делает трудолюбивый хомяк. Лайфхак номер 3. Если убираешь клетки у своего любимца, а подон мыть сильнее, вам поможет пылесос. Да-да, вам не послышалось. Именно пылесос. Вот подон до, а вот подон, а вот после пылесоса. И вашему бусику всегда будет удобно находиться в кистой клеточке. Если хомячку хочется купить туннель, а туннелев или нет, или они очень дорогие, ваш выручат. Вот такие ниточки, они продаются в наборчик по 3 штучки. Можно выбрать любой цвет, или серый, или вот такой. Это я оставлю на подделочке, а это положу моему шустрюку. И вашему хоми будет удобно лазить по такому туннельчику. Хоми точно понравится ваша идея. Ой, какой я неуклюжий. Я пропустил сказать лайфхак номер 4, тот с туннельчиком. А сейчас лайфхак номер 5. Если вы выращиваете травку, лучше ее не давать сразу питомцу, а обрезать. И питомец спокойно будет есть травку. А если будет возможность, то травка еще подрастет. Если понравилось лайфхаки, ставь лайк и подписывайся на мой канал. Если хочешь еще, пиши в комментариях. Нам-нам-нам-нам. Я ничего не ел, простите.